Снимаешь? Да Всем привет Парни Суть в чем В этом видео могут быть косяки по звуку Почему? Потому что тот микрофон, который я так долго ждал Пришел, но какие-то есть к нему претензии Микрофон все направленный, короче, дешевый, хреновый Поэтому заранее приношу извинения, если звук будет корявенький Но, тем не менее Значит, сегодня я хочу подвести итог за год владения автомобилем новая Mazda 6 Купил я его 8 марта 2015 года И сегодня в этом видео я хочу рассказать про все минусы, которые я увидел за год владения автомобилем, собственно Поехали! Значит, первая проблема, с которой я столкнулся Я вообще буду сейчас по порядку идти, как вот с какими косяками сталкивался в процессе управления владения Про те буду и рассказывать Первое, когда я сел в машину, я понял, что в машине нет шумки И не то, чтобы шумки нет, шумки нет практически совсем Вот по пятибалльной шкале я бы поставил автомобиль три с минусом Почему не два? Только потому, что есть другие автомобили, на которых ее нет вообще То есть там вот реально, вот просто нет шумки Вот тупо, блядь, железо, обшивка, все А здесь вот в арках, да, в арках, когда едешь, вот просто трогаться, начинаешь Я за многими замечал этот косяк, вот многие пишут о нем Дождик прошел, по песочку поехал, камушки полетели, особенно сейчас, по весне, после зимы И вот это все по крыльям полетело, шум жуткий, шум жуткий Дальше, сейчас, когда будет лето, поедем все купаться куда? На пруд, правильно И, соответственно, будет колея, а промеж колеи посередине будет расти, так, травка Когда едешь днищем, оно прям начинает перебирать такой звук, как будто, блядь, прям по струнам Просто, как вот на гитаре, там вот играют люди Вот то же самое, очень сильно звук передается После зимы, и вообще зимой, когда я поставил зимнюю резину, шипы просто жут, как шумят То есть ты едешь, когда особенно сбрасываешь, скорость примерно 30 км в час, там 20, начинаешь останавливаться Очень хорошо переносится За шум на трассе, когда едешь 120, 140, я в принципе ничего не говорю Потому что здесь ты начинаешь прибавлять музыку, но шум есть Здесь он уже начинает доноситься вот через окна То есть как-то вот ветер обдувает машину, идет по нему динамика, вот эта аэродинамика, так сказать Вот от него начинается идти шум Я ездил на машине 200 км в час, в 200 км машина шумит вообще, это просто, это не передать Значит, как решить проблему с шумкой Я сразу начал в интернете искать, на драве везде статьи Зашумить машину полностью В среднем цена вопроса 25-35 тысяч рублей Но можно сэкономить, если вы с прямыми руками, у вас есть гаражик, суббота, воскресенье, все сделали самостоятельно Вот Почитав отзывы тех, кто делал шумку, я просто удивился На самом деле, то, что люди говорят, да, пропадает шум в арках, потише становится Эти камушки уже не слышно Как-то меньше шума от дороги Но в целом, в целом, шум все равно есть То есть машина, когда начинает разгоняться, шум присутствует, то есть проблему решить невозможно То есть был прикол, что шумил-шумил, но все равно не Лексус То есть не решается проблема А машина становится на 50-60 килограмм тяжелее То есть, соответственно, динамика падает Для кого это страшно? Для меня у меня и так 2 литра, она и так, по большому счету, да, ни хрена не едет А если сейчас я еще зашумлю ее Соответственно, машина станет еще более овощная Вот Я быстро привык, на самом деле Вот сейчас надел летнюю резину, все, проблемы для меня нету Но косяк однозначно есть с шумкой Поэтому будем снять эту проблему номер один Значит, вторым минусом для меня Стало Это бампер А что с ним конкретно? Я когда так же лазил на форумах Ну, сами понимаете, новый автомобиль на drive.ru в группах Я постоянно лазил, смотрел, искал И начал замечать, что кто-то, допустим, зимой слегка въезжает в сугроб Бампер просто лопается То есть бампер здесь очень-очень хрупкий Но он не дешевый Соответственно, как бы для меня это стало так вот не очень приятным удивлением Реально губа низкая Соответственно, в городе многие бордюры более высокие И постоянно, хоть вот я вот Кто-то смотрит канал просто с самого начала Те помнят то, что я постоянно говорил Пацаны, блядь, паркуйтесь лучше задом Вот есть возможность задом запарковаться Он хоть как-то немного задрот Тем не менее, все равно периодически вижу Кто ищет на разборах Кто ищет еще там вот бампер Проблема Это проблема раз Губа Я ей, кстати, пару раз чиркал Вторая Вот обратите внимание просто на противотуманки Я просто вопрос Зачем они здесь? Вот для чего они здесь противотуманки? Они настолько маленькие Они направлены вниз То есть, когда я сижу в машине И включаю противотуманки свет У меня горит, например, ближний Я включаю противотуманки Я вижу, что что-то там где-то загорелось Но как основной функцией противотуманки Которая должна помогать Особенно, когда галогеновые противотуманки стоят Нет абсолютно То есть, просто я их включил, не включил То есть, то ли они есть, то ли они нет Какое применение я им нашел? Я когда во двор заезжаю Просто один раз ситуация была Заезжаю во двор с ближним Идет ребенок вот такой просто пацан маленький И я вижу, то есть, как бы темно было Он раз вот рукой закрывает глаза Я сбрасываю свет, выключаю И он мне прям раз так вот пальцем показывает Типа лайк Ликаря мне поставил Я думаю, о бля Думаю, соответственно, теперь я когда во двор заезжаю Вообще, когда дети бегают Я прям сразу ближний сбрасываю Оставляю противотуманки И как бы еду очень аккуратно Очень потихонечку Чтобы вот пацанов Ну, молодежь, так сказать Не слепить Но Бампер однозначно минус Почему он вообще хрупкий? По правилам безопасности европейским Они просто думают больше всего о том Что ты, не дай бог, кого-то собьешь То есть, ты собьешь пешехода То есть, пешеход должен максимально не пострадать Поэтому бампер становится мягкий То есть, когда его сбиваешь То же самое с фарами Раньше же вообще были Даже стеклянные фары ставили Теперь Фары идут чисто пластик То есть, там вот стекол Ну, вот я имею в виду Внутри начинки вообще практически нету Были раньше лампочки Сейчас это на минимум все сводится Сейчас везде Вон, даже сейчас вот диоды стоят Диоды, это что это пластик тот же самый? Поэтому Ставлю оценку 3 с минусом бампера Очень хрупкий И, блядь, очень легко его потерять И потом тяжело найти Значит, третий, да, косячок Свяжем его с задней частью автомобиля У меня, кстати Вот сразу Может, кто-то подумал Потому что сейчас скажу про фары Но нет У меня фары не запотевают С фарами все нормально То есть, 15-й год Проблема решена И многие проблемы Как вы уже заметили по моему каналу Решает Мазда Вот с этой машиной решила По крайней мере Которые были в 13-м году и так далее Но не на них сейчас Я бы хотел отметить здесь две вещи Первое Камеру заднего вида Я надеюсь, что в следующем автомобиле Мазда Она будет сделана так же, как, например, в Вольсвагене Там может даже уже в BMW делать То есть, когда мы включаем заднюю часть Пошел, красавчик Когда мы включаем заднюю скорость Соответственно, камера будет выезжать из значка Мазда Я не знаю, насколько это дорого Но мне кажется, что это вполне уже по современным технологиям Это вообще раз-два и готово Вот Но хочу рассказать про багажник Про багажник Дайте поближе к багажничку Соответственно Открываем багажник Вот я вообще, в принципе, не пользуюсь Он у меня, сами видите, постоянно чистенький Ну, как чистенький Надо, конечно, коврик помыть Ну, вот Лампочка Вон та Бля, парни Вот машина стоит полтора миллиона рублей сейчас Вот полтора миллиона рублей Вот эта лампочка Я вообще не вижу смысла ее здесь нахождения В каком плане Она просто не светит Вот реально Почему нельзя было сделать две лампочки, например, да И такие уже более там мощные Чтобы вот открыл багажник Он как бы освещается С одной стороны, просто в буклете реклама написана Свет в багажнике есть Свет в багажнике есть Но света как бы нет Я понимаю, что поменять лампочку Это без проблем Почему я должен Отдав такие бабки Еще и титер Покупать лампочку там за 10 рублей И менять ее То есть для меня это, в принципе, было таким просто удивлением Я считаю, что должно быть пару лампочек нормальных И все И как бы открыл багажник И все, светло как днем Вот Также частным вопросом всегда было Лакокрасочное покрытие Вот сейчас машина, да Она сейчас немного грязная Немного пыльная Но она, в принципе, в таком состоянии себя находится Я помыл два дня назад Вот был там какой-то легкий дождь Она стояла на месте Там в укромном местечке, что называется Но тем не менее Она все равно становится грязной Поэтому Вот здесь как бы есть легкий косяк Но вы его на камере 100% мне кажется не увидите Вот здесь вот Вот есть такая Вот, но я не вижу, по крайней мере Вот здесь такая ссадина Она появилась прям буквально в первый месяц После того, как я машину купил Где-то на какой-то мойке Какой-то урод Урод Испортил машину Просто неаккуратно Дальше Один раз я проезжал шлагбаум У меня он прижал Такой мягкий шлагбаум Опустился Сразу сработала отсечка Он поднялся вверх В принципе ничего не заметно сейчас Но когда машина чистая Вот ее прям за ссуху протираешь Видно то, что есть Как бы такая вот ссадина небольшая Вот То есть Вопрос Машина когда чистая Какие-то косяки по ней видны Но в целом машина Вот когда вот она в таком состоянии То есть ничего нет Ну как бы самое главное Нет сколов С таких значительных пробег У машины 33 тысячи километров То есть согласен Со временем Возможно что-то будет появляться Но пока что Придраться не к чему Некоторые части даже кузова Они прям вообще как новенькие еще Стеклышко кстати у меня новенькое Стоит Какое-то китайское Вон еще не отер пока что Скотч Стало все отлично Ничего не скрипит Прошло уже примерно 6 дней Все Машина просто как новая стала Что хотел сказать Датчик дождя работает отлично Ну в общем проблем с этим нет По салону Какие косяки я занял По салону Открываем салон Садимся И закрываем дверь Понимаете о чем я Я сам этого даже никак не замечал Просто ни один как человек там сидел Там говорил В Мазде очень большие щели Я говорю Какие щели Вот про эту щель Дверную То есть она вот здесь есть Да щель И она же такая же Вот здесь То есть как бы между торпедой И дверью Там да Появляется какая-то щель Он говорит там Палец пролазит Ну вот я мизинец свой сую Как бы ну ноготь заходит Да палец-то весь здесь То есть И я в целом хочу сказать Ладно бы Из-за этой щели Был бы какой-то скрип появлялся Посторонний Или бы еще что-то Но есть она есть Пока он мне сам не сказал Я этого даже не заметил По-моему были бы щели Где-то вот здесь бы Да В таких важных каких-то местах Была бы щель здесь Была бы какая-то огромная Блядь там дырка Не знаю Вот Сейчас В этой части автомобиля Но здесь этого нету К этому я придраться не могу Зато я могу придраться Вот к этой части Вот я сейчас ее протереть Да Как только я купил Просто пару раз По глупости Скажем так Положил сюда ключи Сразу этот пластик Стал весь покоцанный То есть он сразу Стал весь такой Поцарапанный И так далее То есть Ну и вообще в процессе Не знаю Может кому эта машина Может еще что-то Вот это конечно крестик Он вряд ли мешает Тем не менее Вот эта вот часть Расцарапанная Я очень люблю Когда в машине Чисто все Аккуратно И так далее Вот сейчас машина Как бы даже По моим меркам грязная То есть ее срочно Нужно мыть Но вот эти вещи Когда машина чистая Я вижу эти царапины Они меня прямо Просто расстраивают А я это к чему Это к тому То что Ну не знаю Надо было как-то Продумать этот момент Это все-таки та часть Которую ты постоянно В автомобиле пользуешься Я трогаю эту кнопку То есть я здесь Что-то ставлю Многие люди сюда Что-то кладут Да То есть соответственно Не продумано Вот именно Вот кусочек вставочки То есть нужно было Не экономить А сделать немного подороже Взять какой-то пластик На который бы Не так бы коцался Я думаю У вас 100% Такая проблема есть Еще Что еще Еще Когда заводишь машину Утром Да Она холодная То есть понятно Первую минуту Машина Как бы двигатель Работает так громко Прогревает заднюю муфту И порой Это не очень удобно В каком плане Вот я прихожу Например утром За машиной Я ее завожу Она там минуту поработала Я поехал потихоньку Доехал до какого-то объекта Ну первым делом Какое-то первое утреннее дело Ставлю машину Выхожу Завожу ее Второй раз уже Она опять начинает А мне вот реально Бывает такое То что прям вот Надо сел и поехал И вот этот такой момент Знаете Он вроде бы не напряженный Но в тот же момент Он напряженный То есть когда у тебя есть время Да без проблем Пусть тарахтит Но Также были пару раз ситуации Когда друзья там такие Что машину купил Лук покажи Что там у тебя за машина Ты ее заводишь при них И вот она сука Начинает тарахтеть Они такие Что дизельная что ли Я говорю Да не нормально И начинаешь это объяснять То что вот Это просто новая технология За счет этого Она первую минуту Там всем уже Как бы это не интересно И говорят А ну понятно Понятно То есть и что Долго она так тарахтеть еще будет Ну короче Начинаются эти вот Шуточки Шуточки прибауточки Вот Но в целом В целом То есть это за косяк Считать нельзя Да То есть ну казалось бы Технология есть технология Но тем не менее Я отмечаю то Что меня в течение года Этого немного напрягало Вот такая вещь Собственно На этом все Кто-то скажет То что эти косяки Высосаны из пальца То что это вообще Там ни о чем Эта херня Бля Это то Что меня напрягало В течение года Если для вас Многие моменты Пустяковые То это для вас А для меня Вот Они показались важными Все остальное В автомобиле Меня полностью устраивает Подвеска Меня полностью устраивает Управляемость Супер Обзорность Что немаловажно было Для меня Когда вообще пересаживался На нее Я просто реально переживал Мне казалось То что во первых Заднее стекло Без дворника Я думаю Бля Ну и как вот Я сейчас зимой поеду Пойдет какой-нибудь Снегопад Нормально Вообще не напрягает То есть Боковые зеркала Вполне Устраивают Все Обзорный Супер О чем я пожалел Чего нет в машине Хотя могло бы быть Это то что я изначально Не взял кожаный салон Это то что я изначально Не взял Электропривод сиденья Надо было просто Врать пакет Суприм плюс 2 литра Все Без вот этого Тряпка Минус 100 Минус это Реально Пожалел Вот кожаный салон И Чет Куда-то наступил Думал Кого-то разновила Это просто Пробка Кожаный салон И электропривод сидений Очень нужная фишка Также я бы Не отказался бы Если бы в зеркалах Были бы повторители Ну не повторители А как это называется Система безопасности Какая-то слева-справа едет Просто в целом Когда я по области езжу Нахрен не надо А в Москве По сути фишка полезная Но Прекрасно знаю Что к ней привыкаешь Потом следующую машину Будешь брать Уже этого повторителя Не будет Уже начнется Надо искать Ну и так далее Охота будет Вот А так в целом Парни Тачка супер Тачка огонь Надо брать Всем кто думает Брать или не брать Я говорю Брать Однозначно Вопросы типа А вот Киа Оптима А Тойота Камри А Ниссан Тиана Что бы лучше Что бы взять Я не знаю Потому что я езжу На этой машине Я вам не могу Давать советы Там типа Возьми лучше себе Оптиму Или возьми себе Лучше Камри Я вот из этих же Автомобилей выбирал И я выбрал ее Поэтому я вам буду Естественно советовать Брать тот Мазду 6 Все Однозначно А так на этом все Следующий видос У меня будет Про подготовку На путешествия Пока что однозначно Едем Москва Минск То есть 100% До Минска Доберемся однозначно А дальше уж как карты Ряжут Может быть мы захватим Ригу Может быть мы еще Что-то захватим Мы посмотрим То есть приедем Что называется До Минска День там переночуем Погуляем А дальше уже Ну что машина есть Документы есть Денюшка там Какая-то будет Подписывайтесь на канал Ставьте лайки А следующее видео Будет про автопутешествия Все готовимся К путешествия Нужно выезжать Время уже не ждет Весна вокруг Солнышко Курточки Так что всем пока Всем до новых встреч Пацаны